Привет! Это новый выпуск Пошки, рубрики про новые научные загадки, открытия, изобретения. Хотел бы я начать ролик, как ни в чем не бывало, но последние две недели в моей любимой родной Украине происходит страшная трагедия, какой она не знала со времен Второй мировой. Я не могу показать и рассказать все, что знаю от моих родственников, которые там живут, и даже назвать это в *** не могу, потому что в России остается большая часть команды Сайван, и по новому закону, за мои слова, любому из них может грозить до 15 лет тюрьмы, не по закону, пытки и прочие бонусы нашей правоохранительной системы. Ведь правда может быть только официальная. Правда? Так что свободно я выскажусь в ролике на канале Артура Шарифова, он выйдет на днях. А здесь, здесь я продолжу делать то последнее, что у меня остается, Сайван. Если верить Екатерине Шульману в замечательные лекции под названием «Как это пережить?», это должно помогать и нам, и вам не утонуть в захлестнувшей нас всех хтоне. Так что вот. Уникальное невидимое землетрясение породило мощнейшие цунами. Ученым понадобилось полгода, чтобы обнаружить причину. Тихоходка пережила квантовую запутанность. Разбираем, что здесь правда, а что не очень. Математики решили многовековую проблему с помощью походки пьяницы. И в конце немного воодушевляющих новостей медицины и технологий. И тут обычно я благодарю всех, кто донатит каналу, но сейчас я попрошу вас об одном. Позаботьтесь о близких, а если есть лишняя копейка, поделитесь с теми мирными людьми, которые сейчас теряют свои дома, родных и бегут от смерти и разрушений в Украине. Есть проверенные фонды и организации, которые оказывают экстренную гуманитарную помощь. Ссылки оставлю в описании. В августе прошлого года почти никто не заметил, что планета пережила самая масштабная за последние 18 лет цунами. Оно охватило сразу три океана – Атлантический, Тихий и Индийский – и прокатилось на расстоянии до 10 тысяч километров от эпицентра. Не заметили, потому что большая вода не ударила по заселенным районам суши. При этом нечто сравнимое по силе последний раз было в 2004 году в Индийском океане, когда волны обрушились на побережье сразу 14 стран от Индии до Индонезии. В те дни погибли около 230 тысяч человек, что стало одной из самых смертоносных природных катастроф в истории человечества. Ее причина была очевидна, потому что зафиксировали землетрясение магнитудой 9 с лишним. Но что вызвало новое мощнейшее цунами оказалось загадкой и тем более пугающее, чем больше понимаешь, что нам просто повезло, что оно случилось вдали от берегов. Поначалу исследователи решили, что волну в августе погнало землетрясение магнитудой 7 с половиной. Но когда собрали и проверили данные, выяснилось, что эпицентр находился на глубине 47 километров от уровня дна океана. Оттуда не то что цунами, но даже волн для серферов не погонишь. Стали разбираться дальше и все больше удивлялись. Разрыв тектонической плиты, который спровоцировал эти толчки, имел такие свойства, что с ними он должен был вызвать наоборот, намного более мощный выброс энергии. И вот сейчас вышло исследование, которое объясняет, что же на самом деле случилось. Похоже, было не одно, а целая серия из пяти мини-землетрясений. Между ними проходило всего несколько минут. И одно из них, третье, оказалось невидимым, хотя стало самым мощным 8,2. Но система мониторинга, которую поймали куда менее сильные толчки, его вообще не засекли. И проблема не столько в приборах, сколько в том, что мы здесь имеем дело с редким явлением, которое просто не умеем пока распознавать оперативно, и уж тем более предсказывать. Как поясняют сами исследователи, то самое третье землетрясение получилось скрытным, потому что оно было не одним, а помесью, эдаким гибридом сразу двух типов океанических землетрясений. Глубоким разрывом, который получается, когда сталкиваются тектонические плиты, и медленным цунами-генным трением. Это когда медленно, иногда неделями, одна плита как бы бодает другую. При этом землетрясения с медленным трением могут высвобождать столько же тектонической энергии, сколько и землетрясения высокой магнитуды. Но их медленный темп не приводит к привычной нам ярко выраженной дрожи Земли, из-за чего их и без того трудно распознавать. А тут еще оно случилось под прикрытием и в связке с другими намного более спокойными мини-землетрясениями. Проблема в том, что большинство систем предупреждения заточены так, чтобы отслеживать короткие и средние периоды сейсмологических колебаний, и выделяют из массивов данных, которые поступают в сейсмодатчиков, именно их. А волны с более длинным периодом, порой не менее опасные, потому что могут провоцировать огромные цунами, оказываются как бы затерянными, и мы их просто не видим. Зато видим. О, тряхнуло. Ничего, вот пик, все тип-топ. А спустя несколько часов приходит огромная вода, которая сметает все на своем пути. Так что теперь геологи всерьез задумались над тем, чтобы дорабатывать систему предупреждения и учиться находить такие скрытые землетрясения и разбираться в их природе. Ученые впервые в мире создали квантово запутанное существо. И у этой новости большинство заголовков, особенно в мировых СМИ, выглядит примерно так. И все вроде сходится. Припринт, то есть статья, еще не прошедшая рецензирования, за авторством международной команды физиков, опубликован. И там действительно говорится, что на короткое время подопытная тихоходка оказалась в состоянии квантовой запутанности с кубитами. Для этого ее поместили в бокс, где температура была около минус 200 градусов по Цельсию и сверхнизкое давление. Это обычные условия для начинки квантовых компьютеров. Но смертельные почти для всего же оба. Зафиксировали появление квантового феномена, провели измерения и достали тихоходку. Она жива. И вроде как это теперь первый многоклеточный организм, переживший квантовое состояние, которое раньше казалось возможным разве что в масштабах атомов или элементарных частиц. Хотя попытки устроить что-то подобное с объектами покрупнее давно делают. Например, в 2018 году в Оксфорде попробовали запутать квантово частицы света и бактерии. Но здесь-то целый медвежонок, пусть и крошечный. Неужели квантовая механика с ее феноменами может проявлять себя в наших, куда более привычных масштабах? И тут важно сначала немного кому-то вспомнить, а кому-то разобраться, что такое, собственно, квантовая запутанность. Если учесть, что это одна из самых сложных концепций в современной науке, то я как раз сейчас быстренько все объясню. Нет, конечно. Но главная идея в ее основе на самом деле просты. Так что коротко изложу именно их, как их объясняет нобелевский лауреат по физике Фрэнк Фильчик. Так вы сразу поймете, в чем суть сенсационного эксперимента с тихоходкой. Запутанность часто понимают как исключительно квантовое механическое явление. Но это не так. На самом деле очень полезно, хотя и нетрадиционно, сначала рассмотреть простую, не квантовую или классическую версию запутывания. Это позволяет нам отделить тонкости самой запутанности от общих странностей квантовой теории. Запутывание возникает в ситуациях, когда у нас есть частичные знания о состоянии двух систем. Например, нашими системами могут быть два объекта, допустим, пирожные. Они имеют две формы, квадратную или круглую, которые мы определяем как их возможное состояние. Тогда для двух наших пирожных возможно всего четыре совместных состояния. Квадрат-квадрат, квадрат-круг, круг-квадрат, круг-круг. Эти проценты на рисунке. Вероятность, что система примет именно это состояние. И вот мы говорим, что пирожные независимы, если мы знаем состояние одного, и это не дает никакой полезной информации о состоянии второго. Это первое пирожное круглое, да, но это ничего не говорит о том, какой формы окажется второе. Поэтому эту систему мы назовем независимой. Но если каким-то образом все-таки информация об одной сладости позволяет нам больше узнать о состоянии второй, знаем, что один круглый, то знаем, что и второй круглый. И это уже то, что мы называем запутанная система. В ней все четыре ее состояния вероятности будут выглядеть вот так. Квантовая версия запутанности это, по сути, то же самое. Пирожные, конечно, не считаются квантовыми системами. Сложно представить, что стоит нам узнать, что это пирожное круглое, тогда второе станет, допустим, квадратным. Но с квантовыми частицами происходит именно это. Причем даже если между ними больше тысячи километров, как в эксперименте, который провели в 2018 году китайские физики. Так что же с тихоходкой? Получается, ее сумели заставить себя вести как квантовую частицу? И вот тут начинаются споры. Коллеги из других стран после публикации припринта начали разбирать работу на атомы буквально. И все больше физиков приходили к общей мысли. Сказать, что тихоходка оказалась запутанной с кубитами, да, действительно, квантовыми объектами, нельзя на основе тех данных измерений, что приводятся в исследование. Зато точно можно сказать, что она повлияла на всю систему. Так что это достижение Шрёдингера. До повторных экспериментов другими командами ученых мы не сможем сказать, живо оно или нет. А вот тихоходка точно да. Лишь бы не забывали ее подкармливать. Мне тут на днях попалась одна поразительная картинка. Вы видите сейчас, как считается, первой в истории симуляцию черной дыры. В 1978 году ее получил вот на таком компьютере IBM 7040, для чего потратил почти 2000 перфокарт и уже результат вычислений зарисовал от руки астрофизик Жан-Пьер Люмине. Сравните это с полученным. Никогда не знаешь, когда любимый сервис окажется недоступен в твоей стране. В случае чего сохранить доступ, например, к нашему с вами Ютубу поможет VPN. Если очень коротко и просто, это такой безопасный способ зашифрованного подключения к интернету. Ты обходишь местные ограничения, и если хороший VPN, то вдобавок сохраняешь конфиденциальность. А если отлично VPN, еще и без потери в скорости. Чтобы им пользоваться, не нужно быть хакером или ты же программистом. Качаешь, ставишь на телефон, ноутбук, планшет, любое устройство и запускаешь. Теперь сайты и сервисы различные уже встречают ваше устройство, будто оно не из вашей страны, а, допустим, из Японии или Чили. На выбор 60 стран. Просто выбираете нужный вам сервер, пара кликов, и готово. Теперь не только доступ без географических ограничений, но еще и дополнительная безопасность за счет шифрования всего вашего трафика. VPN сервисов много, и мне лично больше всех нравится NordVPN. Так уж повезло, он был у меня первым и с тех пор ни разу не подводил. По моему промокоду сайван вы получите скидку на двухгодовой план и месяц бесплатного использования в подарок. Так что ссылку я оставлю под роликом, будемте на связи, несмотря на любые попытки нас разлучить. Ну а что касается черной дыры, хорошо бы, чтобы она была лишь где-то в космосе, подальше от нас. Такая красивая и полная научных загадок. Вы, наверное, замечали, что когда появляется очередная новость о еще одном потенциально опасном для всего человечества астероиде, речь идет о крайне малой, но все же не нулевой вероятности столкновения небесного булыжника с Землей. Но почему так? Ведь мы при всем уровне развития технологий давно должны уметь вычислять точно траекторию движения чего угодно. Мы же ракеты отправляем в космос уже почти как такси. Что же с астероидами и, на самом деле, другими небесными телами, что они вдруг оказываются для нас не до конца предсказуемыми? Отчасти это связано с точностью измерения. Какая скорость, в каком направлении движется объект. Но это лишь отчасти. Диапазон погрешности мы знаем, а значит можно было бы просто рассчитать диапазон траекторий. Летит вот так, но не дальше, чем так, и вот так. Но нет же, главная другая проблема в математике. Вернее, в том, что математики уже много веков не могут решить задачу под названием «проблема трех тел». Если быть точнее, то это проблема N тел, но задача трех тел — это частный случай. Штука в том, чтобы определить траекторию движения трех тел, взаимодействующих друг с другом по закону всемирного тяготения. И такая задача не имеет привычного нам решения, то есть невозможно решить ее так, чтобы получить уравнение траектории. Для двух тел это не проблема. Решается легко, и уравнение траектории тел уже давно известно. Это эллипсы. Но как только в системе появляется третье тело, то начинается хаос в прямом смысле этого слова. Ведь все три тела взаимодействуют друг с другом в процессе движения и меняют траектории взаимно, но не как-то линейно, а с различным смещением в каждый момент времени. Ну, то есть натуральный хаос, непредсказуемый и ужасный. В этом случае, даже если нам известна начальная скорость и направление движения, мы не можем эти траектории рассчитать. Математический анализ тут бессилен, потому что эти траектории либо невозможно описать ни одним из существующих уравнений, либо уравнение настолько громоздкое, что на Земле просто не хватит носителей информации для его записи. Пример с астероидом, конечно, не самый удачный. Траектории таких тел мы как раз умеем неплохо рассчитывать и довольно точно, пускай и не абсолютно. Можно пренебречь гравитационным взаимодействием с Солнцем, с Землей и другими небесными телами, что будет справедливо, учитывая не такое уж большое их влияние на траекторию астероида. Тогда зачем все это занудство? А затем, что астрономы и астрофизики, не имея до сих пор решения, сталкиваются с задачей трех и более тел постоянно на практике. И вот, кажется, более-менее работающее решение удалось найти физикам израильского технеона. И ответ, как это водится, был под носом. Ученые использовали саму проблему этой задачи как способ ее решения, а именно неизбежную неточность любого решения, любого, которое делает процесс взаимодействия трех тел случайным. Они вообще отказались от точного решения и решили рассмотреть задачу с точки зрения теории вероятности. И помогла им в этом походка пьяницы. Это не стиль восточных единоборств, а подход в математике, еще известный как теория случайных блужданий. Это способ описывать случайный процесс, который, по сути, путь, как цепочку из последовательности случайных шагов. Израильские ученые представили задачу так. Есть система из двух тел, которые кружат по орбитам, а к ним движется третья. И вот на каждом шаге приближения рассчитывалась вероятность, с какой скоростью может происходить это движение. В итоге удавалось рассчитывать вероятность исхода всего эксперимента. То есть для каждой возможной траектории будет своя вероятность. И вывести ее можно практически сразу. Конечно, можно придраться и сказать, что точного решения так и нет, но теперь ресурсов для вычисления требуется гораздо меньше. И главное, нет такого, что у тебя одни и те же вводные, а результат может получиться чуть ли не противоположным. Хотя, признаться, эту тему я выбрал не столько ради самого исследования, правда, изящность идеи с пьяной походки сама по себе прекрасна, сколько ради задачки, настолько она старинная и в то же время современная, а до сих пор до конца нерешенная. И чтобы хоть немного поддерживать веру в человечество и будущее, немного совсем коротких и выдушевляющих событий из мира медицины и технологий. Ученые заставили отрасти у лягушки лапку, полноценную рабочую конечность, никакой пересадки, чистая регенерация. Хотя лягушки из тех животных, что, как и мы, отродясь не умели отращивать потерянные органы, в отличие от ящери, скрабов и других счастливчиков. Чтобы запустить процесс, биологи использовали микс из пяти препаратов, в том числе гормоны и вещество, которое мешает вырабатывать коллаген и затягивать рану. Микс добавили в гель, а гелем заполнили колпачок, который и насадили на культю. Самое потрясающее, что так они держали всего один раз в течение суток, а потом просто следили за лягушкой. Лапа сама отросла за полтора года. На очереди эксперименты с животными покрупнее. Другое свершение. Еще одна победа в онкологии. Двое пациентов, которые прошли лечение рака крови с помощью генетически модифицированных иммунных клеток, излечились. Рак не вернулся уже спустя 10 лет как. Но главная проблема любой иммунной терапии, то есть когда мы заставляем наш организм самостоятельно бороться с болезнью, в том, что это требует уникального подхода для каждого пациента. На конвейер поставить пока такое просто невозможно, кажется. А вот делать сложнейшие операции автоматически мы уже можем. Пока, правда, единственным в своем роде робот-хирург впервые сшил кишечник свиньи. Звучит так себе, но если не понимать, что мягкие ткани, особенно такие критически важные, одно из самых сложных в хирургии, потому что ведет себя часто непредсказуемо, то все встает на свои места. А робот по имени Стар справился лучше человека, и что самое важное, без его участия от самого начала до конца. Это очень серьезная заявка на настоящую автоматизацию хирургии. Вот так-то. Знаю, дальше вы ждете традиционных загадок, но сегодня сделаем исключение. Вернутся они уже в следующих роликах, но обязательно вернутся. С вами был Влад, это SciOne. Берегите себя и близких. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok